Ну, самое известное вообще в Китае. Почему я сегодня о ней хочу рассказать? Давайте мы откроем первое место. В послании к римлянам. Первая глава. С 20 стиха. На проекторе можем видеть перевод. Здесь написано так. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимые так, что они безответны. То есть им не нужно даже давать за себя отчет. Самая древнейшая цивилизация на земле. Которая сохранила свои знания от самого начала. Потому что на этой территории практически не было таких завоевательных войн. Чтобы весь Китай был порабощен. И чтобы их знания были уничтожены. Но такого не было за всю историю, древнюю историю Китая. Теория, которую я хочу вам представить. Теория, которую я хочу вам представить. Она называется теория Усин. В переводе с древней китайского переводится как пять элементов. И в переводе старый китайский язык, сэнарича... Пять элементов. Пять элементов. Американцы... Голливуд даже поставил фильм. Помните, как он называется? И в Холливуд даже сэ направили фильм. Сэрстили сэ, как сэнарича. Пятый элемент. Пяти элемент. Там они хорошо показали стихии. И там много добрее показывают стихи эти. И девушка, которая пришла из другой галактики. И одному мичику эту и дошло от другой галактики. Ну, это фантастический фильм. Твой фантастичен фильм. Но она представляла из себя стихию металла. Та и представила стихия, это металл. Какая? Железная леди, да? Железная мича. Прилетела, всех побила и улетела. Ну, это была просто как бы фантазия кинорежиссера на тему пяти элементов. А что эта теория на самом деле представляет? Она не представляет какого-то бога. Не представляет собой какую-то религию. Это просто естественное знание. Это просто наблюдение, которое сделали древние люди на протяжении многих веков. Това са направили древних хора, които са наблюдавали тези неща в продолжение на много векове. Они просто наблюдали и записывали. Те просто са ги наблюдавали и са ги записывали. Во время культурной революции в Китае. И по время на культурная революция в Китае. Моу-Дзидон сделал очень интересную и уникальную вещь. По его приказу. По неговия указ. Из всего Китая. От целия Китай. Было уничтожено и выброшено. Са били уничтожени и изхвырлени. Все то, что невозможно доказать. Всичко оно, което е било невозможно да се докаже. То есть было запрещено и уничтожалось, преследовалось все то, что связано со спиритизмом. То есть было уничтожено и было исхвырлено всичко, което было свырзано со спиритизмом. Под той простой причиной, потому что научно доказать это невозможно. Полезна та причина, че научно няма как да се докаже. Был уничтожен и изгнаны из Китая все шаманы. Били са уничтожени и изгнани от Китая всичките шамани. И в науки оставили все то, что было доказано на протяжении тысячелетий. И в науката са оставили всичко оно, което е било доказано през хилядолетия. То, что было доказано эмпирическим методом. Всичко, което било доказано по эмпиричен начин. То есть методом проб и ошибок. То есть по метода на проби и грешки. Просто пробовали, наблюдали, описывали. Просто са опитвали, наблюдавали, са ги описывали. И что осталось? И кое е останало? Осталась древняя естественная медицина, как я уже позапрошлый раз говорил. Но сегодня я хочу вам привести вот эту теорему. Вот эту теорию. Насколько она универсальна на самом деле. Насколько она доказательна. Насколько она применима практически. И колко добре может да се используя на практика. На практика может да я приемаме в нашу жизнь. Я хотел бы попросить, Оксана, на картинки вот эти продукты выставить, которые что-то нам напоминают людям. Можно с помидора начать? Попробуем и мы сегодня быть очень наблюдательными. Нет, только другой помидор. Это уже подсказку тут дает. Тут все понятно. Вот этот помидор, что напоминает нам? Какови напомнят този думат? Вот китайцы, древние китайцы заметили, что оно как-то вот... Древние китайцы са забелязали, че някак си понадобява... Напоминает сердце. ...сердцето. Китайцы, кстати, одни из первых, которые начали заниматься патологоанатомией. То есть они вскрывали трупы и изучали внутренние органы. Китайцы са были от най-първите, които са започнали да се занимават с патологоанатом. И они начали это делать еще более 4000 лет тому назад. Да утварят тилаты и са започнали да го правят предъехили из гудини. А следующий продукт тоже. И следующий продукт. Без подсказок. Кстати, это болгарский помидор. Межилто твое болгарский думат. Розов дар. Вот грецкий орех вам что напоминает? Какови напомнят орехи? Вот китайцы вскрыли черепную коробку у человека. Китайците са утворили черепната кутия на человека. Скрыли грецкий орех и говорили, что-то как-то не похоже. Отворили са ореха и си помислили, много си приличат. Кто-то нам на что-то намекает. И някой не намеква нещо. Вы знаете, реально Бог нам оставил на земле очень много подсказок. И всъщност Бог не оставил много подсказки. Если быть немножко внимательными, И ако сме повнимательни, то можно понять о том, что грецкий орех он очень хорошо питает клетки головного мозга. Можем да разберем, че орехите подхранват много добрее клетките на мозга. Вот кто это придумал? Кой го измислил? Где тут теория эволюции вообще? Къде е теорията на эволюции? Просто Бог така поискал. Говорят, люди, будьте внимательны. Вот я вам помидор дал, который похож на что-то. Вот а грецкий орех, что-то на что-то похож. Пушайте, память улучшится. Хоробо, дайте повнимательней. Эту орехи приличат на мозг. Другие продукты слышат, что приличат на ней, что просто требуют такие забелязовыми. Как вы думаете, что он напоминает баклажаны? На какого приличат баклажаны-то? Почки. На бубрецте. Чуть попозже вам объясню о том, что вот здесь черный и синий цвет, целёный вкус, это то, что тропно. Тропно, значит, тяготеет, хорошо питает нашу почку. Если баклажаны готовят без кожуры, ну так, на естественном пару, то она очень хорошо укрепляет почку. Китайцы об этом знают уже на протяжении тысячелетий. Если малко, чтобы расскажите, кое е добре за бубрецте, а кое белям патлажана, то еще е очень полезен за тях. Кто там на что-то намекает? Посмотрите на баклажан, он на что-то похож, и кушайте, чтобы почки ваши были крепкие. Следующий слайд. На что похож чеснок? На какого прилича чеснока? Даже если его раскрыть, и, ну, там, чтобы вот эти дольки были видны. Чеснок очень напоминает легочную систему. Даже ако ги утворим и видим скелитките, те доста напомнят белодробната система. Чеснок сегу дня по диетологии стоит на первом месте как иммуномодулятор. И чеснока на первом месте в диетологии стоит как иммуностимулатор. Который хорошо укрепляет иммунную систему. Который много добре укрепва иммунная система. Обладает сильным бактерицидным действием, убивают бактерии. Има антибактериально действие. И очень хорошо чистит толстый кишечник. И много добре причистит дебелото черво. Здесь мы можем увидеть, что легкий и толстый шесик связаны вместе. И тут можем да видим, что белите дробове и белого червота са свырзани. То есть чеснок, он предназначен, прямо предназначен для легких. И Бог через, ну, сам образ чеснока показывает нам. Люди, будьте внимательны о том, что это полезно для легких. И Бог через самия образ на чеснок не показывает, да будем повнимательны, что са много добре за белые дроби. Очень полезно, когда в нашем рационе, ну, хотя бы один зубочек чеснока каждый вечер присутствует. Пересном, ну, раньше мы очень любили корочку натёрли чесночком, съели пересном, очень полезно. И много добре в рационе, да присутствует по ней одна скелитка на день, чесн. И никакой вирус нам не страшен. Можно следующую картинку? Не страхувайте от никакого вируса. Можно картинки уже, ну, там, какие есть. Это тоже показывает виноград, который тоже, ну, если вот взять гроздь винограда, он тоже похож на лёгочную систему, на альвеолы. Можно дальше? Вот показан сельдерей, показан, и рентгеновский снимок большеберцовой и малоберцовой костей. И показывает, насколько они, вот, даже по своему соединению, там, немножко ниже, не совсем видно, но по соединению очень похожа. Ако погледнем цельнита, тя много наподобява коста, която е, то коляното. Сельдерей очень хорошо укрепляет костно ткань. И цельнита много добре укрепва костната тъкан. Профилактика остеопороза и остеопени. Много и добре за профилактика на остеопороза. Дальше, картинка. Есть картинки там? Ну, тут вот, это уже, кстати, научное изыскание. Кто-то уже целая диссертация доказывает о том, что, ну, насколько вот гранат, да, нар по-болгарски. И тут даже научно указанную чеколку нарот. Он похож на молекулы гемоглобина. Приличена молекулите на хемоглобина. Он действительно очень хорошо повышает гемоглобин. Да, он истинно много добрее повышает гемоглобина. Укрепляет кровь. Укрепа кровь, да. Можно дальше? Я уже заканчиваю. Я теперь включу вам. Можно уже там картинки с подсказкой, что, да, вот фасоль. Фасола. По своей структуре очень похожа на почку, и она действительно очень полезна для почки. Эти продукты похожи на органы, для которых они полезны. Это уже научно доказанные факты. На выбритете. Следующее. Гриб в разрезе напоминает ухо. И губите, которые отрежем, приличат на ухо. Если вы разрезаете вдоль гриб шампиньон, вы, безусловно, увидите его сходство с человеческим ухом. Ако направите надрес на губата, ще намерите как се приличат с ухо. Гриби делают слух более острым. Губите правят слуха по-остр. Поскольку это один из очень немногих продуктов. Защото това е один от немногих продуктов. Насыщенных витамином D. Които са наситени с витамином D. И этот витамин играет важнейшую роль в здоровье костей. И този продукт играе много важную роль за здравието на костите. Мы на этом пристановимся. Этих продуктов на самом деле много. То есть, если заниматься просто наблюдательной медициной, наукой. То можно просто брать продукты, рассматривать их. На что они похожи. И применять это, если чувствуешь, что что-то с желудком. Но вот эта теория, она еще более широкая. Кто-то может подумать, зачем им сегодня пришел. Сегодня какая-то лекция вообще непонятная. Но на самом деле не торопитесь делать выводы. Мы идем просто от простого к сложному. Вот интересно, что сегодня я начинаю просто с продуктов элементарных. И днес просто започвам с элементарните продукти. А закончу пятигранным служением для нашего Господа. И цель нашего служения сегодня найти свое призвание в Боге. И целта на нашето служение днес е да намерим призванието си в Бог. В каком-то служении. В някое служение. Или ты в пасторском помазании. Или ти в пророческом призвании. Или ты евангелист. Или ты апостол, апостольское служение? Или учительское служение? Попробуйте, пока я буду говорить про элементарные вещи, попробуйте сами догадаться, что к чему принадлежит, какое служение вот здесь, вот в этих кругах. И как я говорю, запросите нечто, опитайте себя, да разберете, кое служение и кое тук на тази схема. Зная эту схему, познавайки тази схема, мы приходим к такому очень четкому библейскому балансу. И темата на моята проповед днес е Божия баланс во всем. Очень важно во всем притерживаться Божьего баланса. И много важно во всичко да стоим до Божьего баланса. Библейския баланса. Если внимательно и глубоко изучать Священное Писание, и ако подлбоко и внимательно разгледаме Библейското Писание, вы обнаружите о том, что Библия рано или поздно приведет вас к золотой середине. Ще открите, че рано или късно Библията ще ви доведе до златната среда. До златния библейски баланс. Бог против крайности. Бог е срещу крайностите. Можно быть религиозным фанатиком. Може да си религиозен фанатик. А можно быть совершенно равнодушен к религием человеком. Но важно здесь найти баланс. Я обычно начинаю с желудка. То есть я не скрываю, что я читаю лекции по этой теории усин. Примерно 10 лет тому назад я выступал на международной конференции. По интегративной медицины. То есть это когда и восточная и западная медицина вместе соединяются. Когато западната и источната медицина се свързват заедно. И мой доклад был по теории усин. И моё представление беше за теорията усин. Связь теории усин с пяти невротическими механизмами гештальтерапии. Връзката на усин с чем? Пять невротических механизмов. Пять неврологических механизмов. Невротические механизмы. Гештальтерапия. Там всего пяти невротических механизмов. Там има само пяти невротических механизмов. Които объясняват всички заболевания. И мой доклад вошел в четвёрку лучших докладов на этой научной конференции. И моё есей влезе в едно от най-добрите есейта в тази конференция. Я это говорю, потому что опять же хочу сказать, что я компетентен специалист в этой области. И ви го казвам, защото съм компетентен специалист в тази специалност. И поверьте, это будет интересно. И това ще ви е интересно. Ещё раз повторю выражение, которое в Китае распространено. И още веднъж ще повторя израза, който се използва в Китае доста често. В Китае говорят. В Китае казват. Кто знает теорию Усин. Който познава теорията на Усин. Тот знает всё. Той познава всичко. Знает всё про естественный мир. Знает всичко за естественния свят. И так мы начинаем. И започваме. Селезёнка – это плотный паренхематозный орган в этой системе. Далака – плотен орган в тази системе. И он какими-то невидимыми связями связан с желудком, который является пустым функциональным органом. И той се свързал с някакви невидиме връзки с стомаха, който е празен функционален орган. Так же сюда входит поджелудшина железа. И сушно така тук влиза под стомашната желычка. В конце лета селезёнка перенагружена, её надо поддержать. И в край на лятото нашия далак е пренатоварен и треба да го подкрепаме. Селезёнка по западной медицины не играет никакого значения. Далака в западната медицина не играе никакого значения. Некий атовизм. То е просто някакъв атуризм. То есть орган, который потерял своё значение. То есть орган, который загубил своё значение. На очередной метке эволюции. На някакъв клон на эволюции. Если селезёнка травмирована. И акуда лака не травмирована. При падении, например, или травмы селезнена. Примерно при падении или няква травма. Что делают западные врачи? Какво право западните лекари? Они её вырезают и выбрасывают как мусор. То е изрезват и е изфырлят как в уклук. По китайской медицине селезёнка занимает второе место по важности. Потому что она отвечает за влажность. За что-то отговорят за влажность. Она работает как масляный генератор в машине. Она гоняет по нашему телу тонкие жидкости. Тонкая лимфа. Венозната кровь. Капиллярната кровь. Спинномозговая жидкость. Гребначно-мозрачная течность. Когда селезёнка перестаёт работать. И когда лака спира до работи. Человек начинает поправляться. Человек започва да надебелява. Никакие диеты не помогают. И никакие диеты не ему помогат. И самое главное, что начинают развиваться онкологические заболевания. И самое главное, что начинают развиваться онкологические заболевания. Очень большое значение здесь имеет раздумья, размышления. И много голямо значение тук има размышление. И один удивительный факт. Что в китайских трактатах написано? Какво пишет в китайските трактати? Буквально написано, что если мысль человека течёт медленно. Буквально пишет, что если мысль человека течёт медленно. Это ранит селезёнку. Това уврежда до лака. И тонкие жидкости организма тоже начинают течь медленно. И тонкие течности в организме започват също да текат бавно. И начинают развиваться опухоли. И започва да се развива. Туморы, да. Какой выход из этого? Есть так называемые контролирующие связи. Это вот эта звезда. То есть печень контролирует деятельность селезёнки. А сердце созидает, даёт свою энергию селезёнке. Вот это созидающая связь. То есть това е насречаваща връзка. Самая лучшая профилактика онкологических заболеваний. И най-добрата профилактика на онкозаболявания. Это эмоция гнев. Това е эмоцията гняв. Или аналогия действия. Или аналогия на действието. Разразлиться на себя. Да се разгневиш на себе си. Да тебе пинка подзад. Да сриташ под убит. И начать больше двигаться. И да започнешь повече да се движешь. И очень много радости. Трактаты пишут о том, что радость растворяет тяжёлые раздумья. Я рассказывал такой случай, когда женщина на четвёрта стадия онкологии с метастазой. Била выписана из больницы. И решила жить на полно катушку. И решила да си живее живота. И начала радоваться. И започнала да си радва. И через какое-то время выздоровела. И след някакое время я удровяла. С четвёрта стадия онкологии. От четвёртата стадия на онкология. С метастазами. С метастазами. И это описанный факт. И това е описан факт. А всё потому, что она просто поступила по теории Усин. Защото е поступила според теорията на Усин. А вот по этой теории есть так называемые ворота или окна. И в тази теории има така наречените врати или прозорец. Через эти ворота в желудок поступает какая-то энергия. И при стезе врати во встумаха понякаков начин влеза энергия. Китайцы называют её Гучи. Энергия Гучи. Китайцы наречат энергию Гучи. Что это за ворота такие? Как при стезе врати. Ну, я думаю, что можно догадаться. Это наш род. А с мисчем можно соседить и два соуститени. И есть так называемые диагностические признаки. Как можно определить быстро? И мы така наречене диагностичные признаки. Что с моим желудком? Как вас случилось со стумахами? И это наши ладошки. И тваса нашти длани. Китайские доктора, ну, в том числе и я, мы на диагностике щупаем ладошки. Китайцы в диагностике започватывают дланите. Если ладошки холодные. И а к дланите захладные. Что это говорит? Как его значит? Это говорит о холоде в желудке. Значит, что в стумаха им остут. Аналогичен западный диагноз атрофический гастрит. Аналогичен западен диагноз. Атрофический гастрит. Пом Granny не говорили свои детельные. А с атрофическим гастрит. Если ладошки очень горячи. И ако дланите са много горящи. Это может говорить об остром гастрите. Это может говорить об остром гастрите. Если ладошки очень много потеют. Ако дланы се испытят много. Это может говорить об нарушении вегетативной нервной системы. Да, то есть психика очень лабильная. То есть психика очень мобильная. Человек легко пугается. И человек много лесно се стряска. То есть по вот этим признакам китайский врач может довольно быстро определить какую-то патологию в организме, в желудке. И според тези признаки китайците много лесно могут откриять патология в организме. И созидающая связь идет на легкие. И подкрепящая врага отива к белите дробове. Легкие, невидимые связи связанные с толстым кишечником. Невидимые каналы, которые на сегодняшний день, например, американские и российские ученые уже доказали, что эти связи имеют место. С невидимыми каналами, которые американцы и китайцы ученики им вече доказали, что им някакого невидимого русского. И вся эта теория уже научно доказана, подтвердена. В целом цивилизованном мире. И сегодня уже и западные врачи могут сказать что-то по теории УСИН. И здесь осенью легочная система очень перенагрушена. Их надо беречь, питать. Легкие отвечают за сухость. И белите дробове отговарят за сухость. Дебелото черво отговаря за сухость. Потому что в толстом кишечнике идет что? За что-то какво се случва в дебелото черво. Окончательное формирование окаловых масс. Там се случва завершительное оформление на фекалии. На простом языке, да? И обратно всасывание астматической жидкости в тело. И пупивание на астматическое течность в курема. И здесь есть секрет того, как похудеть. И тук има една тайна, как можем да отслабним. Даже у Антона Палача Чехова есть описание. Даже Антон Чехов има едно описание. Как един молодой человек влюбился в девушку. Как един млад човек се е влюбил в едно момиче. Без ответ на любов. Без отговор на любов. И начал что? И начал сохнуть. И започнал да изсухва. И има даже такъв израз да се изсушаваме понякогу. То есть ако има някаква безкрайна тъга по нещо. Человек започва буквально да изсухва. И знаете ли какво е заболяването? Чехотка. Чехотка это старославянска слово, которое буквально означает туберкулез. Но началото на чехотката е било, когато човек е започнал да изсухва. И след това вече идва и туберкулозната прачка. И човека на този фон може много силно да се разболее. И какъв е изхода от тази ситуация? Ако някой не иска повече да ослабва. Узнаете, Библия об этом говорит. Библията говори за това. Что говорит книга притчи? Какво казва книгата притчи? Унылый дух сушит кости. Че унылый дух иссушава костите. Унылый дух иссушава кости. Унылый дух иссушава кости. Насколько опасна уныние? Такая сильная тоска, печаль. Исушает кости. Тагата иссушава костите. А что нас уточняет? И какво обаче ни оздравява? По тем же причам? Според същите канони притчи. Радостное слово уточняет кости. Радостното слово подкрепа костите. Радостта разбива емоцията тага. Берем на вооружение, да? Больше радва се. Нека го запомним повече, да се радваме. Кто не хочет больше худеть. Което не иска повече да отслабва. Хочет уточняться. Я наоборот хочу немножко похудеть, поэтому мне надо наоборот больше таскават. Аз искам да отслабва, затова трябва да съм потыжен. Но в меру, да? Не до фанатизма. Но всичко в мяра. С мярка. Идем дальше. Продолжавами напред. Легкие питают почку. Белите дробове подхрану от бобриците. Буду побыстрее немножко. Почка связана с мочевым пузырем. Бобриците с вырзанья с пикучними хор. Сюда входит так же и надпочечная железа, конечно же. Наша внутренняя эндокринная система. Почки очень перенагружены зимой. Боятся холода. И наоборот, когда почка сильно ослаблена, возникает беспричинный холод. Холод во всех конечностях. Стопы и ладошки начинают мерзнуть без причин. И эмоция это страх. Что это значит? Какво значит? Если человек сильно напугать. Ако много се стресни един човек. То почку может даже парализовать. Бобриците может даже да се парализират. Это тоже давно известный факт. И това също е факт. Здесь я забыл сказать, что есть ворота. И мы будем запоминать. Ще го запомним. Ворота для легких. Врати за бобриците. Понятно, что является нос. За белите дробове е носът. А диагностическим признаком, в каком состоянии находятся легкие. А диагностичный признак, в каком состоянии се намерят белите дробове. И толстый кишечник. И дебелото черво. Это волосяной кожный покров. Това е окусмяванието ни. И вообще кожа по всему телу. И като тело кожата по целото тело. Ну, например, если вы в последнее время замечаете, что на вашей коже есть очень много папилом. И как напоследок забелязваете, что по телу тебе има много папиломи. Хотя их раньше не было. Вопреки, что преди ги е немало. И кажется, что они откуда не берутся. И не может разбереть и от къде се появяват. Это всего лишь говорит о том, что ваш организм слишком сильно зашлакован. Това говорит само за то, что организм ве е много шлакован. Толстый кишечник забит шлаками. И дебелото черво е полно с шлакове. И его пора очистить. И время да го почистите. Точно такие же папиломи уже возникли на толстом кишечнике. И точно по сущия начин са возникнали папиломи на дебелото черво. И это как верный признак того, что пора поголодать, попаститься. И това сей признак, че время да постите или да голодувате. Покушать простую легкую овощную пищу. Да сохраните с зеленчуци. То есть очень важно быть наблюдательными. Много важно да наблюдаваме тялото си. Бог опять же нам подсказывает по многим признакам. И Бог отново не подсказывал с признацами. А в почках, как вы думаете, что является воротами? И как вы своротите его в бобриците? Здесь начинаются это уже более сложные органы. Почка, например, стоит на первом месте, как самый важный внутренний орган нашего человеческого тела. Два вечера с по-сложни органи, бобриците заставят на первом месте как най-важный орган в организме. Вот воротами для почки являются наши уши. И воротите за бобриците, сиявят наши уши. Уши, они даже похожи на почки. Уши не даже приличат малко на бобриците. Правое ухо действительно связано с правой почкой. И деснато ухо всъщност е свързано с десния бобрика. Левое ухо связано с левия почка. И послушайте внимательно, насколько это важно. И колко е важно. Насколько важно, что мы слушаем. Колко е важно, какво слушаем. То есть ученые уже доказали давно. Учените вече са доказали отдавна. Что тяжелый хард-рок. Че тежкия хард-рок. Он разрушает наши почки. То разрушава наши бобрици. Это деструктивная музыка. Она также влияет на животных. Тя влияет и на животните. На растения. На растения. Цветы увидают. Цветята започват да се изсушават. На первом месте по полезности для наших внутренних органов. И на первое место по полезности для наших органов. Как вы думаете, кака музыка стоит? Каква е музыка? Классическа музыка стоит. Классическата. И даже определили. Я не помню этого композитора, который стоит на первом месте по полезности. И даже има някакъв композитор, който е на первое место по полезность. Почки прямо разпускаются. И бобриците започват направо да поникват от тази музыка. А зеркальным отражением почки. И огледалното отражение на бобриците. Является нашо волос. Това са нашата коса. Например, при очень тяжелом шоке. Например, при много голям шок. Когда человек потерял очень близкого человека. Когато човек губи близок човек. Он может очень резко посидеть. Може много резко да му се появи бяла коса. За одну минуту. За една минута. От какой-то шок и волосы стали белые. Случва някакъв шок и побелява косата. Что это значит? Какво значи? Это значит, что почка вошла в состояние паралича. Это значит, че бобрика е влязла в состояние паралича. Или волосы начинают выпадать. И започва да пада косата. Очаговая лапеция или тотальная лапеция? Тотальная лапеция. Тотальная лапеция это когда все волосы выпали Это тоже признак того, что почка очень ослаблена Но китайцы научились ее укреплять почку И сегодня я тоже немножко об этом скажу Следующий орган это печень Во всякой системе есть один плотный орган Он как накопитель И один пустой орган Исполнитель Печень активна очень весной Весной она перенагружена Обычно именно весной печень начинает чистить И обикновенно през пролета трябва да се почиства черния дроп Отговаря за стихията вятър Но это вообще очень интересно Люди, которые подавляют эмоции гнева Накапливают себе ветер Те трупат вятър в организма си Что это значит вообще? Какво значит това? Желчный сок является самой агрессивной жидкостью нашего организма Желчния сок се явява най-агрессивната течност в нашем организме Когда человек злица И когато човека се гневи Или приходит сильный гнев Идва някакъв силен гнев Печень вырабатывает очень много желчного сока Черния дроп започва да произвежда много желчный сок И желчния сок залива червата Двенадцати перстника Двенадцати перстника В желудке в двенадцати перстной кишке скапливается этот желчный сок И в стомаха започва да се трупа този сок Который рождает так называем внутренний огонь Който поражда вътрешен огонь Такой тонкий жар Много тънък жар Жар куда идет? И жара къде отива? Жар всегда приедет наверх Той винаги отива нагоре Давление скачет И наляганието започва да скача Внутри черепное давление растет Вътре мозичното черепное налягание започва да скача И начинаются так называемые симптомы ветра Китайцы так называют Из-за почвы синдрома на ветра Так как наричат китайцы Это горизонтальный нестагом Глаза начинают туда-сюда бегать Горизонтално започва да бегат учите Вертикальный нестагом Когда такого дырпания нагоре-надолу Руки могут начать вот так трястись Может начаться эссенциальный синдром так называемый Который в последующем может перерасти в болезнь Паркинсон Някакъв синдром Който может с времето да се превърне в Паркинсон Какой выход из этого? И какъв е исхода от тази ситуация? В Китае есть такая простая поговорка Которая потом вошла, кстати, в мультик Шрек В Китае има една пословица Която е влязла в анимационното Шрек Шрек один раз говорит Шрек виднъж казва На магарито Навън винаги е по-добре, отколкото навътре На самом деле это китайская мудрость Лучше вылить наружу По-добре да се излее навън Чем подъвлять себе Отколкото да го държим в себе си Евангелието също казва Слънцето да не залезе Важно не подавлять свою емоцию гнева Не держать ее в себе Да не държим в себе си Обаче да я излеем И много важно как да я излеем Не выливайте свою емоцию гнева на личность Обаче е важно да се излива Тази емоция върху действията на човека Иисус Христос нам показывает Очень хороший и простой пример И Иисус Христос ни показва много добър пример И Он написан в книге Откровение Пише го в Откровението Послание к некоторым церквям Он буквально говорит На простом языке Я люблю Николаитов Но я ненавижу их учения В другой церкви Он обращается И говорит так примерно О том что я ненавижу дела Николаитов Там не написано что Иисус Христос ненавидит Николаитов Он ненавидит их дела И ненавидит их учения И это очень большая разница И това много голяма разлика Я обычно говорю так Одно дело сказать человеку что он идиот Это оскорбительно И другое дело сказать что поступок Я к тебе очень хорошо отношусь И другое дело сказать что я много добре себя отнасям к тебе Я тебя люблю Но вот этот поступок твой он был идиотский Тази поступка беше идиотска И вы знаете это две разные вещи И това са две различные неща В первом случае мы выражаем человеку ненависть И неуважение А в втором случае мы проявляем любов к нему И ему казваме само что Престани да поступаш по този начин Защото учението и делата на Николаитов И делата на Николаитов Голяма ере снява как да се приемат Понятно Можем сказать на это Какой-то аминь Последний орган да и я потом перехожу к головному И последний орган Это сердце И вот сердце это очень сложный орган И сердце это много сложен орган в тази теория Я могу вам так подсветить И мога малко дави светна Что вот в этой системе Че в тази системе Есть аж четыре органа представлены И мачак четири органа Это сердце, тонкий кишечник, это перекарт, это тройной обогреватель Но вот в этой системе нет плотного органа Здесь нет накопителя Который бы обеспечивал своей силой вот эти пустые органы И кое-то снабдява с энергией тези функционални органи И сердце, и тонкий кишечник, и перекарт И тройной обогреватель это пустые органы И тройный нагреватель с четыре праздни органа Если печень китайцы называют вместилище души И ако черния дроб, китайцы го наричат нещо, което държи душата Почему? Защо? Потому что печенята дыпа крови Защото черния дроб, трупа кръв Больше всего в печени находится кровь А там она фильтрируется А что Библия говорит, Пайтом Побова? И какво казва Библията? Там где кровь, там и душа Че където е кръвта, там има и душа Если кровь вытечи, то человека душа уходит Ако кровь та изтече от човека, душата му заминава Китайцы это подтверждают И китайцы го подтверждават Но как они называют сердце? Обаче как наричат сърцето? Серце? Сърцето Китайцы называют храм духа Наричат китайците храма на духа Говорили ви нещо за това? Знаете, я когда изучал первый раз теория Усин И когато изучавах за пръв път тази теория Я получил большое откровение Аз получил голямо откровение Наше сердце предназначено только для Светового Духа Че нашето сърце е предназначено само за Светия Дух Това е храма на Светия Дух И наше сердце напълняется только от Светия Духа И нашето сърце се пълни само от Светия Духа И получава удовлетворение само от Светия Духа Когда Светова Духа нет в сердце И когато няма Свети Духа в сърцето ви Человек начинает искать заменители Человек започва да търси как да го замени То есть чем наполнить этот вакуум? И начинают искать, ну, какие-то такие сурогаты, алкоголь, наркотики. Но чтобы человек не пробовал, в глубине души он будет чувствовать себя неудовлетворен. Это интересно, правда? А сейчас мы переходим к самому главному. Кто-то уже получил откровение? Кто куда входит? Какие призвания? Смотрите, что мы знаем? Бог поставил одних. Напомните мне, апостолами. Пророками. Евангелисти. Пасторами. Пасторами. И кем еще? Учителями. И учители. Аминь. Я начну с самого простого. Кто нас ведет к бесконечным размышлениям? Учение по учению. Мы размышляем. Над Божьим Словом. Над Божьим Словом. Это, конечно же, учительское помазание. И тварь разбирался учительское помазание. Давайте мы откроем следующее место. И неко утворим следующее место. И оно написано в первом послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Третья глава. Третья глава. Мы на прошлом служении это место читали. Презмилу это служение. Четухма твамясту. С первого стиха. Отпорвия стих. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. На проекторе подождем. Или не будет на проекторе? А у тебя есть? Верно, это вас. Второй стих. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинин, честен, странолюбив. И какой еще? И учителен. Прочие, епископы, трябва да быть непорочен. Мышна една жена, самообладан, разбран, порядочен, честолюбив, способен да поучава. Способен да поучава. То есть он должен обязательно находиться в учительском помазании, в учительском призвании. Трябва задолжительно да синемировав учительское помазание. Вы знаете, вы можете сегодня себя проверить. О том, что если вам нравится бесконечно учиться. Вам нравится этот процесс. Можете проверить, че, ако ви харесва безкрайно да учите и ви харесва този процесс. Да, и вам нравится, конечно же, не только учиться, но и учить. И ви харесва не само да учите, но и да поучавате. Могу вас поздравить, вы в учительском помазании. И это очень важно. И това и много важно. Важно раскрыть в себе вот это дарование. Важно и да откриете тази дарба в себе си. И начать его применять в Церкви Божией. И да започните да я прилагайте в Церква. Я немножко здесь закончу, потому что здесь я не сказал про окна. Окна печени, как вы думаете, что являются? Это наши глаза. Важно, на что мы смотрим. Что бы Слово Божие говорить? Как вы оказываете Божие это Слово? Не положу вещи, не потребные перед глазами своими. Няма да изложа непотребные неща пред очите си. Аминь. Очень важно. Смотришь на какую-то неприлядную картинку. Много важно да гледаме, когато гледаме някакъв картинка. Смотришь какой-нибудь боевик. Ако гледаме някакъв... Где кто-то кого-то бесконечно убивает, режет, крамсает. Бойтовски филм, където изрежат, убиват хората. Какой-нибудь ужастик. Или някакви ужаси. И через это ты реально поражаешь свою печень. И через това наистина се уврежда черния недроб. Какие картинки полезны? Какви картинки са полезни за него? Ну, посмотришь какой-нибудь хороший, умный, добрый фильм о любви, да? Вижте някой много хубав, умен филм за любовта, например. Нейшонал географик. Нейшонал географик. Прекрасно, да? Там, ну, как жизнь... Ну, иногда на самом деле мне в последнее время, в это последнее время, приятнее смотреть на жизнь животных. Напоследок, на мен повече ми харесвата гледам живота на животных. Но жизнь людей как-то не хочется засмотреть, особенно по новостям. Живота на хората вече не мисе гледа, найвече по новините. Ну, что в новостях покажут? Один сплошной негатив. Какво показывают по новините? Само негативно. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то опять гонит, восстания, забастовки, революции. Някого гони, има протестия, революции. И затова в нашу семейство ние взехме решението да не гледаме новините изобщо. Мы и така них узнаем об этих новостях. Кто-нибудь сказал. Но дополнительно искать, что там в мире происходят. Обаче дополнительно да търсим какво се случва. Лучше Библию почитать. По-добре ще читем Библията. И здесь, кстати, диагностическим признаком печени являются наши ногти. И диагностичный признак на черния дробь являются наши ногти. Все посмотрели на ногти. Если ногти секутся. Ако ногти тебе се распадат. Есть какие-то пятнышки. Има някакви пятна. Вот они стали какие-то сухи. И ги усещате някакви сухи. Слоятся. Ако са на слоеве. Время обратить внимание на свою печень. Значи е время да обърне вниманието си на черния дробь. Ну, кстати, я сразу скажу, что вот эти с цвета такие. И винага ще ви кажа какви са тези цветове. Бог дает четкие маркери. Бог дава маркери. Пища с зеленым цветом, кислом вкусом, очень полезна для печени. Че храната с зелен цвет и кисел вкус са много полезны за черния дробь. Все то, что зеленое там. Шпинаты, укроп, сельдирия, петрушка. Содержит витамины группы В. Содержит витамины В. В1, В2, В6, В12. В1, В2, В3, В12. Которые уже давно получили название гепатопротекторы. Кои-то удавна са получили наименованието... Хепатопротекторы. Что такое гепатопротекторы? Какво е това? Гепатопротекторы. Хепатопротекторы. Нет, это протекторы. Это средства, которые защищают печень. Гепатопротекторы – это средства, които защитават организм. Вот все то, что зеленое и с кислом цветом – это все гепатопротекторы. Поэтому будем ориентироваться. Раз посмотрели. Сегодня, например, меня кто-то спрашивает. Доктор, скажите, какой вообще прикол в этих помидорах болгарских, розовых? Я только приехал в Болгарию. Я чисто теоретически не знаю ничего о розовых помидорах. Но я знаю теорию усин. Я знаю, что есть красный свет. И есть соленый вкус. Че има солен вкус. Что это значит? Какво это значит? Розовые помидоры очень хорошо укрепляют в эту связь. Розовые доматы много добре подкрепят тази връзка. Они хороши как для почки. Те са хубави как-то за бъбриците. Так и для сердца. Така и за сердцето. Я не знаю розовых помидоров. Я напрямую говорю о том, что по теории усин. Вот такое-то, такое-то свойство. Без да познавам розовые доматы, казвам, че те имат такива и такива свойства. Понимаете, да? Система универсальна. Тази система универсальна. Которая дает тебе знания о многих вещах. И не дава познания в много неща. Почему? Защо? Потому что ты научился читать маркеры, которые Бог нам посылает. Защо? Замучил да читаешь тези маркеры, которые Бог не спрашивает. Самое интересное это про сердце. Вы знаете, что является воротами сердца? Знаете ли, кое е врата на сердце? Вот как китайцы вот это открыли? Как китайцы с собой открыли? Мне непонятно. Язык. Важно, что мы говорим. Представляете, китайцы это открыли. Пять тысяч лет тому назад. Важно, что мы говорим. Важно, какого говорим. Что писание говорит? Какого казва писание? Жизнь и смерть во власти языка. Или ты говоришь смерть. Или ты говоришь жизнь. Яков пишет, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Одними же устами благословлять Бога и тут же проклинать творение Его. Мы не призваны проклинать братья и сестры. Мы призваны благословлять. Только благословлять. И нека от нашите усти произлиза само живот. И тогава в нашето сърце ще цари Святия Дух, Бог. И ние сме храм на живия Бог, който живе и в нас. И Он, за който и в нас, е по-силен от този, който и в този свят. А вот диагностическим признаком сердца И диагностичния признак на сердцето Является наше лицо. Се явява нашето лице. Если лицо красное, Ако лицето е червено, Значит сердце очень много огня жара. Значит има много жар огонь в сердце. Если лицо бледное, Ако лицето е бледо, Значит в сердце много холода. Значит, че в сердце има много студ. И так далее, и то подобное. Если внимательно наблюдать, в Китае называется это внешний осмотр. То только по внешнему виду можно определить очень много чего человеку. По внешнему виду можем да разберем много нещта за человека. Но сегодня я не об этом. У кого много печали? Кой има много тега? В каком призвании? В каком призвании? Давайте мы вместе откроем второе послание Коринфянам. Нека заедно отворим второе послание Коринфянам. И вы все поймете. И ще го разберете. Второе послание Коринфянам. 11 глава. 11 глава. С 21 стиха. К сыду говорят, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию. Имею и я. Смею и я. В то время приходили евреи из Иерусалима и поносили служение апостола Павла, потому что считали, что он самозванец. Он не был рукоположен. В прошлом он был фарисей. В прошлом он был фарисей. На самом деле он предатель. Всъщност, он предатель. Он гнал нас христиан, убивал. Той гонил нас христианите, убивал нея. Сажал в темницу и заставлял хулить Святого Духа. И не карал да хулим Святия Дух. Это было. Но это было в прошлой жизни апостола Павла. А теперь он покаялся и открыл все вот эти церкви. В Коринфе, в Колоссах, в Ефесах и так далее. И что пишет апостол Павел в ответ? Они евреи и я. Израильтяне и я. Семья Абрамова и я. Христовы служители. Безумию говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел корабли крушения. Ночью день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жаде, часто в посте, на стужи, в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течения людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. И я хочу сказать, что вот это призвание, где очень много печали, это призвание пастора. Пастор церкви, он постоянно находится в состоянии душепопечения. То есть он неравнодушен. Если вы посмотрите на свою жизнь, если вы эмпатичны, что это значит? Эмпатия, это значит собереживание. Эмпатия значит, да смею неравнодушен неравнодушен к чуждата болка, са страдателни. Вы за кого-то плачете. Когато плачете за някого, вы можете ночью встать, за кого-то начать молиться. При ночи можете да се събудите, да започнете да се молите за някого. Вы очень хороши слушатели. Много добре слушате хората. Вы можете выслушать. Много добре ги слушвате. Вы можете понятие принятие. Ще ги разберете, ще ги приемете. Поздравляю вас, вы в пастырском призвании. Поздравляю вас. Ви сте в пастырское призвание. Вы можете позвать помочь пастыря по местной церкви. Можете да помогнете на пастыра на местната церква. В это служение. В това служение. Потому что одному пастырю вынести это просто невозможно. Защото сам пастыр няма как да го издържа. Просто сердце не выдержит. Сердцето няма да издържа. И поэтому пастыр нуждая в таких помощницах. И из-за этого пастор се нуждая от помощницы. Мы пойдем дальше. И отиваме напред. Кто у нас тут страх нагоняет? Эмоция страха. Кой вкарва страх тук в церкви? И на самом деле это имеет место. И всъщност има место. Я хочу открыть первое послание Коринфянам. Искам да отворя первое послание Коринфянам. Я хочу сразу сказать, что страх нагоняют пророки и пророчествующие. И веднага ще кажа, че страха го вкарват пророците. И это хорошо. И това е добре. Потому что они водят нас в состояние страха Божия. Защото те не вкарват в состоянието на Божия страх. А страх Господния за что? А Господния страх е началото на мудрост. Единственен страх из всех. Единственен страх от всички. Который созидает. Който всъщност не изгражда. Который дает мудрост. Который дает мудрост. Который дает уравновешенность. Который позволява да сме уравновесени. Это страх перед Богом. Това е страха пред Бога. Который по Новому завету есть благоговение. И според Новия завет си благовение. который переливается постепенно в любовь. Трепетное отношение к нашему Господу. Давайте я открою первое послание к Коринфянам, 14 глава, 24 стих. И прочитаю. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайное сердце его обнаруживается. И он падает, падет вниз, поклонится Богу и скажет, истина, с вами Бог. Это пророческое служение. У нас, слава Богу, уже есть пророческое служение и пророчествующие. Обычно мы посредством собираемся и дополнительно молимся. И кто желает, чтобы ему было произнесено пророчество, и който желает, да му кажут някакви пророчески думи, и пророчествующие просто в уходят и молятся. Може да дойде и пророкуващие започнат да се молят за него. И очень часто тайное сердце обнаруживается. И много често тайните на сердцето се откриват. Иногда это просто происходит сверхъестественно. Обикновенно се случва сверхъестественно. И само един човек разбира, че точно за него става дума. И приходит страх Господень. И след това идва Божия страх. И это очень благословено служение, на самом деле. Следующее служение, очень связано с эмоцией гнева. И следующее служение е свързано с эмоцията гняв. Кто у нас много гневается? Кое много се гневи. Давайте мы откроем книгу Деяния. Нека утворим книгата Деяния. Вторая глава. Вторая глава. Я уже иду к концу. Вече приключвам. Не будем молиться. След това ще се молим. Очень важно найти свое призвание. Много важно да намерим призвание и то си. Если тебе очень комфортно в том, чтобы пророчествовать. Ако се чувстваш комфортно да пророкуваш. Если тебе на самом деле очень интересно копаться в Священном Писании. В больших и малых пророках. В малките и по-големе пророции. Обнаружусь свои тайны. Да открывашь свои тайны. Развивашь очень близкие и тесные взаимоотношения с Господом. Это всего лишь говорит, что ты в этом служении. Ты в пророческом служении. Ты в пророческом призвании. Бог тебя призывает по это служение. И Бог ты призывал во в това служении. Давайте мы прочитаем книгу Деяния 2 глава. Давайте прочитаем Деяния 2 глава. А, извиняюсь, 13 глава. 13 глава, извиняемся. От 6 стиха. От 6 стих. Аминь. Какой гнев сошел. Каков гнев излязал вверху него. Праведный гнев всемогущего Бога. Праведный гнев на всемогущия Бог. На то, что этот колдун, Волф противостал. Заради това, что този магиосник се противопоставил. Апостола и получил по заслужене. На апостола и се получил заслужене. И, кстати, это было временное наказание. И това и было временное наказание. Павел проговорил о том, что до времени. Что-то Павел казал до некоторого времени. Не увидишь солнца. Но можете себе представить, какая власть. Какая власть была у апостола Павла. Каква власть имал апостол Павел. Что только по его слову. Часам успорить слово тому. Он сказал, ослепнешь. Той казал, что той ще услепей. И человек тут же ослеп. И человека, виднага, ослепява. И проконсул был удивлен в этом учении. Это учение. И този управитель был много учуден. И знаете, что это за заслужение такое? И знаете ли, какое это заслужение? Это призвание апостола. Това е призванието на апостолите. Апостолите винаги са на първата линия. Сегодня это миссионеры. Това са миссионерите днес. Миссионерите идут в те страны, где Евангелие все еще не распространено. Миссионерите отиват в тези страни, където Евангелието не е распространено. И им надо завоевывать территорию. И те трябва да завоевывают тази территория. И понятно, что иногда это делается таким вот образом с применением власти Божьей. И разбирайся, понякога се налага да прилагат тази Божия власт. Иисус Христос дал апостолам такую власть. Иисус Христос е дал тази власт на апостолите. Он сказал, что вы свяжете на земле, будет связано на небеса. Той казал, каквото вържете на земята, ще го вържите и на небесата. Свяжете какое-то проклятие, но будет связано. Ако вържете някакво проклятие, развяжете какое-то благословение, на земле оно будет связано на небеса. Ако развържете някакво благословение, тук на земята ще буде развързано и на небесата. Я хочу сказать о том, что даже вот эта ситуация связана с ослеплением человека. Да кажа, что даже и тази ситуация свързана с ослепяванието на человека. Это не значит, что Бог проклял вот этого волхва? Лично я верю, что эта ситуация была также и для его покаяния. Потому что что Слово Божие говорит? Бог не желает смерти грешника. Но желает, чтобы все пришли к покаянию. И Бог дает печаль по Богу, которая производит неизменное покаяние ко спасению. Аминь. И наконец последнее служение какое? И последнее служение какво е? А какое осталось? Евангелист. Евангелист он так и переводится. Человек, который несет радостную весть. Евангелист. Такая се привежда човек, който носи радостна новина. И я даже не буду это место уже открывать. И няма да отварям това място. Это вот именно книга Деяния 2 глава. Това е книга Деяния 2 глава. Где апостол Петр проповедует первый раз. Апостол Петер проповедва за пръв път. После излияния Святого Духа. И тут же каятся около 3000 человек. И веднага се каят около 3000 человек. На следующий день. Это в 4 главе уже описано книга Деяния. Той проповедует. И каятся более 5000 человек. И се покаят повече от 5000 души. И тут же вот эти 8000 человек приняли водно крещение. И веднага тези 8000 души приемат водно крещение. И потом Писание говорит о том, что они в радости и веселие. И след това Писание доказва, че те се намират в радост и веселие. Самирались по домам в преломлении хлеба. Те се бират по къщи. Започват да преломяват хлеб. Радостна весть. И смотрите, кака прекрасна картина тут у нас образовалась. Знаете, одно из моих призваний. Бог мне это сразу открыл. Бог веднага ми е открыл това нещо. Когато аз пристигна в България. Через пророчествующих Бог проговорил. Одна из твоих задач. Че една от твоите задачи. Это поставить в България пятигранное служение. Да, по-български пятигранное служение. И вот оно. И где баланс? Крея баланса. Баланс в том, чтобы вот эти служения друг с другом очень правильно и грамотно взаимодействовали. Служение евангелистов призвано поддерживать пастерское служение. Служение на евангелистите призвано подкрепить пастерское служение. Служение пастеров, учителей. Призвано поддерживать пастерей. Трябва да подкрепят пастерите. Пастерское служение призвано поддерживать пророческое служение. Пастерское служение трябва да подкрепят пророческое служение. И пророческое служение поддерживает... И пророческое служение. Трябва да подкрепят апостолское служение. И так далее. И така нататък. И есть контролирующие, ну можете сказать, коригирующие связи. И им контролирующие или коригирующие връзки. Ну, например, пророческое служение куда-то там немножко сместилось. Учительское помазание помогает. Пророчествующие, давайте мы вернемся к размышлению. Давайте мы почитаем Слово Божие. Действительно ли это написано в Библии? Или куда-то уже очень далеко ушли? То есть понимаете, да? То есть, каждое служение призвано корректировать другое служение. Всякое служение требует корректировать другое служение. Но все мы нужны друг другу. Вот знаете, вот служение апостола Павла в чем было? Я верю, что, ну, если внимательно читать, то оно на самом деле и есть. Апостол Павел был. Он был и апостолом. Той был и апостол. Это один из самых невероятных учителей. Потому что мы по сей день учимся у апостола Павла. Это невероятный пастор. Твой невероятный пастор. С огромным сердцем. Аминь или не аминь. Апостол Павел также является, конечно же, несомненно, пророком. Апостол Павел, что такое пророк. Очень многие послания пророческие. И много посланий има от него, которые описывают наши времена. И пишут, что в последние времена люди отступят от веры. Будут Бога-ненавистники. Родителям непослушно. Няма да са послушны родителите си. И така нататок. Се описано много подробно в наше время. И, конечно же, апостол Павел был невероятным евангелистом. И, конечно же, апостол Павел был невероятным евангелистом. Но, вы знаете, это в большей степени как исключение. Обаче, това е больше как исключение. Потому что, когда какой-то человек помазан, Защото, когда один человек е помазан, То Бог через него первое время только через него одного и проявляется. Бог первое время само через него се проявява. Самыми разнообразными такими служениями. По най-различни служения. Но так не должно быть. Обаче, не трябва да и така. Каждое служение должно развиваться. Всякое служение трябва да се развива. И помогать другому служению. И трябва да помогать на другое служение. В каждом служении должно быть много служителей. Всякое служение трябва да има много служителей. Много пророкуващи. Много учителей. Много учителей. Много пастыри. Много пастыри. Потому что, вот именно написано, что в споре выявляются искусные. Ну, более искусные. Защото пишет, че... Что в спорах? В спорах. Да, в споровете требуется искусство. Много евангелистов, конечно. И поэтому очень важно, чтобы вы сегодня проверили себя на основании Божьего Слова. В каком призвании? В кое призвание се намирате? Узнали это? Спросили у Святого Духа? Да попитате Святия Дух? И начали в этом развиваться? И да започните да се развивате в то послужение. Собирайте информацию и начинайте действовать. Започните да действуете. Для этого нужна Церковь. И зато витрява Церковь. Церковь – это место проявления своих даров. Церковь – это место действия. Твоя – место за действие. Где все мы призваны действовать. Это не конец проповеди. Твоя – не крайна проповедами.